Шалом всем! Всех приветствую! У нас на канале сегодня видео, к которому прошу отнестись вдумчиво, не спеша. У нас, у христиан есть иногда много торопливых каких-то таких суждений, выносить решения, не разобравшись. Ситуация одна коснулась непосредственно, ну заочно коснулась меня, потому что мне написали люди, общались, спрашивали и мое мнение. Конечно, я выскажу его сейчас. В принципе, сама ситуация, кому известно, кому нет, не так это важно. Она касается в целом, без привязки к чему-то конкретному, нас, христиан, касается. Не так давно на одну, ну назовем ее церковь, религиозную такую структуру, которая находится в разных странах бывшего Советского Союза, произошло несколько таких, ну, скоординированных, это было в разных странах, наездов от государства, так скажем. И церковь эта, она занимала такую довольно всегда радикальную позицию по отношению к власти, к политике. Высказывались против политики государства, против политики власти действующей. Ну, неоднократно это было. И вот сейчас власть наехала, так скажем, на наших братьев, сестер, на эту церковь. И эта церковь начала бить тревогу и пытаться привлечь внимание общественности, что вот так вот их несправедливо притесняют власти, поправ все конституционные права их, как христианской общины. Сразу скажу, что это не против видео, не против ни в коем случае этой церкви, этой организации, да неважно, какая, кто бы на их месте ни оказался. Это скорее видео с попыткой посмотреть через призму Библии на похожие ситуации, которые были в прошлом, были описаны в Библии. И одна из историй, которая мне пришла на память, то есть это все в таком разрезе было, что вот будьте осторожны, власти прессуют сейчас христиан, и вы можете попасть тоже под одну гребенку, и всех вас, ну, короче, будут прессовать государства. Поэтому будьте осторожны. И я думал об этой ситуации, вот сегодня опять очередной раз прислали видео, я послушал пастор этой церкви, он высказал свою позицию. И мне пришло такое место из Библии, когда Навуходоносор сделал золотого истукана и заставил всех поклоняться ему. То есть что это было? Это была государственная программа, то есть Навуходоносор как царь, он выпустил указ, что кто не будет поклоняться истукану, будет брошен в печь огненную. И то есть вот параллели, допустим, с нашей реальностью. То есть государство издает какие-то законы, которые нам, допустим, противоречат нашей вере, или мы верим, что это неправильно, быть послушными государственным властям и законам, которые они издают. Вот как было у Сидраха Мисаха Авденага, которые сказали, царь, мы истукану поклоняться твоему не будем. Мы отказываемся подчиняться твоему закону, твоему постановлению, который ты как царь, как политический лидер, как власть законная издал. И царь говорит, ну, друзья мои, значит, наказание, наказание вы не хотите слушаться, вы попираете мой авторитет как царя, вы считаете эти указы противоречат вашим убеждениям, вашей вере, значит, за это будет наказание огненная печь, то есть смертная казнь. И историю всю эту, вы помните, нет смысла ее сейчас пересказывать. Так вот, я хочу сказать, что, конечно же, представители именно этой церкви, они всегда открыто, резко, дерзко критиковали позицию властей. И делали это, ну, не стесняясь, скажем так, в выражениях. Я слышал там от лидера этой церкви, он называл фашистами и так далее. Не буду сейчас давать оценку этим указам. То есть эту историю с того ходоносором, золотым истуканом я просто привожу как пример. Но как понимаю лично я, вот такие, как вообще все выглядит? Выглядит так, что если государство, в котором я живу, ну, допустим, я живу сейчас в России, если власть России издает какие-то постановления, законы, указы и обязует всех граждан их исполнять. И я, как христианин, смотря, еще раз вот подчеркну, не говорю сейчас о нынешнем каких-то вот моментах там с этими прививками, кодами и так далее. Речь идет о принципе, а вы дальше делаете каждый для себя выводы. То есть если я считаю, что государство, власть создает законы, заставляющие меня быть непослушными Богу, будучи послушными власти, как это было у Сидраха, Мессаха, Авденага в случае с золотым истуканом, и я иду против власти, я говорю, что нет, я не буду этому слушаться, я считаю это закон противоречит законам Божьим, я отказываюсь подчиняться. И я начинаю критиковать власть, критиковать государство, молиться соответствующее и вести себя, и говорить это во всеуслышание, тем более, если у меня есть позиция для этого, то естественно, что государственная власть даст ответку. Если ты живешь в государстве и отказываешься быть послушными, как это было в библейские времена, так это будет и сейчас, то ты получишь прямо пропорциональный ответ в виде санкций, еще, слава богу, никого не убивают, просто какие-то законы, запрещающие деятельность той или иной организации, или проверки, или еще что-то. То есть, в этом нет ничего странного. И если ты идешь против этого, будь готов к гонениям. Почему Первая Церковь не удивлялась гонениям? Им было сказано от начала, что если вы будете идти за мной, будете послушны мне, вас будут ненавидеть, вас будут гнать и преследовать. Соответственно, если я иду против законов государства, я буду получать гонения и преследования. И тогда не надо уж жаловаться никуда. Ты сам знал, на что ты идешь, ты сам знал, против чего ты прешь, ты идешь против власти, против государственного строя, естественно, ты получишь обратку. По-другому быть не может. Это будет в любой стране на этой земле. В США, в Европе, в Африке, где угодно. Если ты прешь открыто, дерзко, публично против государственной власти, против государственного порядка, против законов, которые власть, против политики власти, естественно, власть будет давать соответствующий ответ. Это неудивительно. И тогда не надо жаловаться, не надо искать виноватых, не надо искать защиту у каких-то, ну как их назвать, всемирных организаций, лиги наций и прочего. Ты знаешь, на что ты идешь, когда выступаешь дерзко. То есть такое время приходит, что за слова приходится отвечать, за исповедание приходится отвечать. Если ты называешь, допустим, код, вот эти прививки и коды печатью зверя, значит, надо идти до конца, и ты будешь получать по шапке. Если же, ну для многих это не, для меня лично это не является ни печатью зверя, ни какой-то меткой, я об этом многократно говорил, абсолютно не демонизирую прививки, но к прививкам отношусь просто негативно, к любым, к любым. Это всегда моя позиция была, она не появилась, когда пандемия пришла. Вопрос в другом. Вопрос в том, что если ты как церковь, как христианин, вы как церковь, и ты как христианин, идешь против власти, ты будешь получать гонения. Нет ничего удивительного. Будь к этому готов. И не надо жаловаться, ты знал и знаешь, на что ты идешь. Вот такое вот мнение, послание к вам, мои братья и сестры, всех вас люблю. И эту благословенную церковную организацию тоже уважаю, их лидера, нет никакого негатива. Но когда церковь занимает активную позицию по отношению к физическим властям, физические власти это будут замечать и давать отпор. Это неудивительно. Как об этом молиться, как себя вести? Ну, знаете, что кто, написано, перед тем, как строить башню, не сядет и не посчитает издержки. Сможет ли он закончить? Если вы выступаете на эту тропу войны против государственной власти, вам придется страдать? Это написано в слове. Будут гонения? Это не странно. Будут преследования? Это не странно. То есть вы идете. Второй вопрос, идете ли вы по откровению Духа Святого? Или это просто ваше мнение? Или мнение еще кого-то? Сейчас я еще третий раз хочу подчеркнуть в этом видео. Я не имею в виду нынешнее положение, связанное с прививками, кодами и прочим. Я говорю о принципах. Если вы считаете это чем-то демоническим и вы выступаете против этого, приготовьтесь к огненной печи. Все. Вот такое вот послание. И не плачьте потом, когда вас будут бросать в эту печь. Всем вам мудрости, крепости и проницательности в эти неспокойные, но славные дни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok